Друзья, всем привет, с вами Энди Вакс и сегодня мы будем говорить о просто уникальном приложении. Извлечение инструментов и акапелл, и эта программа справляется с этой задачей лучше всех остальных. Открыть трек, дорисовать какие-то ноты, какие-то инструменты или изменить высоту нот уже имеющихся инструментов. Удаление вокальных блидов, то есть когда вы пишете вокалистов, и через микрофон проникает запись минуса, и с этим она справляется. Это и еще многое другое сегодня в выпуске Hidden Mix RipX Deep Audio. Поехали! Итак, друзья, давайте начнем с интересного примера. Послушаем один из миксов. Здесь у нас довольно все сухо звучит, заказчику это нравится, но лично я наложил бы реверберацию только на вокал. Как же это сделать? Естественно, отделить вокал от нашего микса. Давайте послушаем. В Reaper я сделал скрипт, с помощью которого мы можем быстро закинуть копию этого файла в RipX Deep Audio. Ну и там уже мы отделим музыку от вокала и потом на вокал наложим реверберацию отдельно. Обратите внимание, что ARA-версия, сразу мы нажимаем на надпись RipX, открывается приложение. И это очень удобно для быстрого обмена между нашим секвенсором и собственно программой. Для каждого секвенсора в мануале четко пошагово расписано, каким образом правильно закидывать аудио в RipX. А у нас при импорте любого файла возникает такое меню. Первый пункт – это тип нашей записи. Это может быть один инструмент или целый микс, несколько инструментов, как в данном случае. Второй пункт – это выбор типа нашего аудио в случае с сингл-инструментом и время, по которому мы можем рипать наш звук. Это опционально на самом деле. Практически никогда я этой штукой не пользуюсь. В случае с миксом, как у нас сейчас, мы можем выбрать, какие инструменты рипать. Давайте на самом деле все рипнем, посмотрим. Отмечаем все галками. Посередине три положения. Крайнее левое положение – это скорость, быстрая сепарация, быстрое отделение. Посередине хорошее качество и супер качество с правой стороны. Нажимаем Rip и ждем. С правой стороны у нас происходит прогресс нашего сепарирования, разделения наших дорог. В нижней части отобразятся наши слои. Это будет слой вокала, это будет слой баса, барабанов, возможно еще слой каких-то инструментов. И даже обычные капеллы я предпочитаю рипать в режиме вот этого мультитрека сложного микса, потому что иногда звуки, которые программа пытается распознать как не вокальные, на самом деле они могут пригодиться. Об этом еще попозже поговорим, когда будем отделять наш записанный вокал, в котором очень явно сильно выражены протечки в наушнике. Ну что ж, вот рипание завершено. Как видите, голос, гитара, бас, бейс-драм, перкуссия. Давайте послушаем. Что характерно, здесь есть кахон, такой перкуссионный инструмент, и вот он явно определился и попал в папку с басом. И перкуссионная составляющая этого кахона барабана. Ну что ж, теперь давайте попробуем солировать наш голос. Для наших целей этого более чем достаточно. Сейчас мы это все дело сохраним в наш хост, идем в файл. Далее Update in Reaper, потому что использую Reaper. Или клавиатурное сокращение Ctrl-Alt-S. Солируем дорожку и слушаем. Отлично, вокал у нас готов. Теперь давайте наложим любой какой-нибудь ревер. Переводим ползунок соотношения между сухим и обработанным сигналом 100% обработанный. Давайте послушаем, как это звучит. Замечательно, можно сделать чуть-чуть поуже. И теперь подмешаем нашу вокальную реверберацию к нашему оригинальному треку. Вот чуть-чуть домешана реверберация голосу и гораздо более живо, как по мне, все это дело звучит. Итак, друзья, давайте теперь попробуем другой челлендж. Выделяем тот же самый файл. Попробуем сделать так, чтобы к основному вокалу можно было добавить подпевки. Для тех, кто приобрел мой курс. Правый клик, Edit in RipX. Кликаем на RipX. Выбираем здесь Voice. Качество на максимум. Ждем, пока произойдет разделение дорожек. Обратите внимание, что если моего конфига у вас нет, либо вы используете другой хост, обязательно почитайте файл помощи. Обычно ARA плагины применяются на индивидуальных кусочках аудио. В некоторых хостах это могут быть дорожки с обычными инсертами. Итак, определение произошло. Обратите внимание, что наши дороги, которые с правой стороны, мы можем сделать на них правый клик и, например, сделать Duplicate, то есть дублировать. Это удобно для прослушивания в контексте. Дорожку с гитарой, я думаю, можно удалить. Выделяем дорогу Voice, кликаем на название, вот подсвечивается сразу дорожка, ее ноты и идем в левый нижний угол. Здесь происходит работа с тональностями. Нажимаем на Set Musical Scale и выбираем Detect. Вот определилась тональность, гармонический минор, но я бы поставил мажор. Практически никогда не ошибается RipX, но бывает всякое. Теперь давайте послушаем, что получилось. Давайте солируем Voice Double дорогу, кликаем на название, подсвечена дорога. И теперь с помощью элементарных стрелок вверх и вниз на клавиатуре мы можем менять высоту наших нот, но в пределах нашей тональности. А все потому, что здесь у нас включен режим Auto Pitch to Scale. Вот он, обратите внимание, стоит на нем галка. Практически все ноты вот в этой фрагменте, кроме последней, меня устраивает. Давайте послушаем в контексте. Давайте исправим последние нотки. Например, так. Также обратите внимание, что слева вверху у нас такое меню, которое доступно только версии Deep Audio в расширенной. Различные инструменты. Также, если сделать правый клик на рабочей поверхности программы, то же самое, то же самое меню. Ну и тут объясняется. Инструменты от 1 до 0. Move Resize. Обычная стрелка. Также можно рисовать звуки, разделять ноты, соединять ноты, рисовать высоту нот. И, в общем-то, наверное, это самые часто применяемые функции здесь. Восьмерка. Рисовать ноты. Разделение 4. И единица. Обычный курсор. Давайте попробуем. Нажимаем на 4. Разделяем нашу ноту в этом месте. Теперь то, что надо. Если, как видите, нота здесь неровная, мы также ее можем поправить. Нажимаем 8 или Draw Pitch и начинаем заниматься рисованием. Если результат нам не очень нравится, можно воспользоваться инструментом вибрато. Идем в правое меню верхнее Adjust Effects. Нажимаем на три точки. Обратите внимание, сейчас все серое. Для этого нужно выделить нужную ноту. И выбираем глубину вибрато от 0 до 100. Уже неплохо. Для дабла, для бека вполне достаточно. Давайте послушаем дальше. Давайте послушаем, что я с нашим. Послушаем в контексте. Вроде бы всё окей, давайте прослушаем сначала. Можно ноту бака здесь сделать без вот этого питча вниз. И до утра, до утра, до утра, до утра, до утра, до утра, до утра. И до утра, у костра будет нам петь гитара. И до утра, у костра будет нам петь гитара. Петь гитару, будет нам петь гитара. Мотивы, роги. С бутылка рома ляжем. Встречать рассвет на пляже. Смотреть на звёзды до утра. У-у-у-у-у. Замечательно. Идём в файл. Update. Переключаемся в наш хост и послушаем, как вместе всё это дело звучит. И до утра, до утра, до утра, до утра будет нам петь гитара. Можно опять же наложить ревер на эту партию, которую мы сделали. И до утра, до утра, до утра, до утра будет нам петь гитара. Допустим, второй вокал нам не нужен. Переключаемся в RipX. Мутируем дорожку Voice основную. Опять же делаем Update. Файл. Update in Reaper. Вот осталась одна дорога, верхний бэк с ревером. Давайте послушаем в контексте микса. Ну и так далее. Думаю, идею вы поняли. Фишка в том, что мы сейчас работаем, если вы помните, не с чистыми вокальными дорогами, а с дорогами, которые мы рипнули из основного микса. Что не может не радовать, потому что это делает программа RipX наиболее качественно, не очень быстро. На самом деле используется здесь алгоритм машинного обучения, который есть, ну, наверное, в таких серьезных конкурентах, как iZotope RX и продукте от Steinberg. В продукте от Steinberg всё это дело работает очень быстро, но по качеству обработки мне, скажем так, нравится на первом месте RipX, на втором месте RX и на третьем месте Steinberg Spectralayers. Хотя в зависимости от исходника результаты могут варьироваться, но всегда на первом месте RipX. Он делает не быстро, хотя если у вас есть Nvidia-карта с поддержкой CUDA, версия 11.0 обязательно должна быть установлена ни раньше, ни позже, и у вас PC, на Mac это не работает, то за счет ускорения на видеокарте можно ускорить обработку и сепарацию в RipX. Теперь, друзья, давайте поговорим про случаи, когда нам нужно изменить ноты в партиях треков, которые уже готовы и вернуться к ним нет, например, никакой возможности. Такое иногда бывает, когда исходники потеряны, в общем, всякие бывают ситуации. Давайте возьмем кусочек трека, давайте его послушаем. И, допустим, пару нот мы хотим поменять в уже готовом треке. Никаких проблем. Открываем в RipX, как всегда, Multiple Instruments, Full Mix. Отмечаем все дорожки, потому что нам нужен полный микс, только мы будем работать с дорожкой вокала с его нотами и нажимаем Rip. То есть фишка в том, что в готовом треке мы сейчас увидим, как отображаются разные инструменты, и это довольно интересно выглядит. Можно солировать эти инструменты, изменять их, удалять, каким-то образом чистить, менять высоту нот. Сейчас мы все это будем, друзья, с вами проделывать. Вот они наши вокальные ноты. Можно, например, их выделить. Нажимаем на название дорог. Вот дороги подсвечиваются. Можно что сделать? Например, эти дороги привязать к какой-то тональности. Давайте сначала тональность определим. Идем в Set Musical Scale, Detect. Вот тональность определилась. Ре мажор. И теперь можно сделать нечто вроде автотюна. Идем в Adjust Effects, нажимаем на три точки. И вот несколько меню, которые касаются питча. Pitch to Scale, квантизация питча и выравнивание нот. Давайте теперь выберем Quantize Pitch. Послушаем, что это. Некоторые ноты не точно определены. Это можно вручную исправить. Мы это уже делали. Но, как я уже говорил, это нечто вроде эффекта автотюна. И Flatten Pitch эффект. Это я бы назвал удалением вибрато. Когда излишняя вибрато нам не нравится, нам не подходит, то вполне можно использовать этот эффект. А теперь давайте попробуем некоторые ноты поменять. И напоминаю, что все это в миксе, в целом миксе, которые, собственно, другими средствами вот так вот разбить на части и отредактировать питч вокальных, например, нот, ну просто не представляется возможным. Так что фича уникальна и может иногда спасти жизнь вот в каком-то случае, когда уже нереально восстановить исходные материалы. Ну и последняя на сегодня миссия по спасению аудио. Давайте послушаем кусок вокала. Записан он в телефон. Рядом играл минус. И, соответственно, этот минус очень сильно просачивается в трек. Также есть ситуации, которые многим из нас знакомы, когда очень громко наваливает звучание минуса в наушниках у себя вокалист. И этот минус просачивается в микрофон и записывается. Давайте послушаем исходник. Казалось бы, запись испорчена. Ну давайте попробуем RepX в деле. Как я уже говорил, даже одиночные файлы, вокалы или других инструментов треки я рипаю в режиме Multiple Instruments Full Mix. Все галки оставляем. Качество нам максимально. Нажимаем Rip. Как видите, у нас здесь есть дорога вокала, пианино, баса и перкуссии. В вокальной дороге вот такая вот программа нашла. Дорогу с басом. Кстати говоря, когда я именно с этим сэмплом работал в Spectralayers и iZotope RX, в самом начале у меня музыка оставалась. Здесь же, как видите, она отделяется моментально. Дорогу бас тоже удаляем. Это не наш вокал, она нам не нужна. Далее солируем пиано, послушаем. Да, какие-то плаковые дороги тоже удаляем. Ну вот, собственно, осталась у нас дорожка с голосом. Ничего лишнего в ней не должно быть. Конечно, слышно все равно, что здесь есть дорога с нашим минусом, но влияние этой дороги уже гораздо меньше, чем в исходнике. Обратите внимание, что внизу у нас тоже есть некая информация, так называемая шумовая. Давайте все ее выделим и послушаем. Да, тут помимо сибилянтов в вокале, каких-то искаженных, но они есть, тут есть информация явно музыкальная, поэтому давайте зайдем в Adjust Effects, нажимаем три точки и выбираем High Pass Filter. Будем срезать все, что ниже какой-то частоты. Оставим сибилянты, а всю музыкальную грязь уберем. Да, остались только сибилянты. Ну что ж, вроде все почистили. Окей, сохраняем. Файл, Update. Ну что ж, давайте послушаем, что получилось. Что было и что стало. Желтые розы, серые глаза. Желтые розы, серые глаза. Ну что ж, удалось немножко почистить с помощью гейта. Вот эти паузы можно будет от них избавиться. И в миксе на самом деле разница будет уже не такая катастрофическая. Итак, друзья, давайте подводить итоги. Я практически всегда использую для того, чтобы выдирать какие-то акапеллы, инструменты из готовых треков. Hit & Mix, Rip X. Почему? Да потому что эта программа делает это наиболее качественно. Ну и вы видели примеры применения этой программы, когда мы можем взять готовый трек, который, казалось бы, с ним уже ничего нельзя сделать. И использовать его как основу для новых эффектов, для добавления реверберации на только один инструмент, например, вокал, для добавления каких-то даблов и так далее, и так далее. Настоятельно рекомендую посмотреть демо этой программы, попробовать в своем продакшене. Версия Deep Audio и Deep Remix, они отличаются по функциональности, по цене. В описании ссылочка, посмотрите видео, какая программа, какие функции выполняет. Эдикейшн скидка 50% существует, то есть Deep Remix вы можете приобрести за 50 долларов, что не может не радовать для того, чтобы рипать акапеллы с максимальным качеством. Ну что ж тут скажешь, замечательный продукт, который для тех, кому он действительно нужен, это просто спасение, друзья. Огромное спасибо за внимание и до новых миксов.